Здравствуйте, друзья! В Севастополе продолжается всероссийский фестиваль медиакоманд «Маяк». Сегодня у нас в гостях эксперт фестиваля в направлении видео Мария Киндеркнехт. Это Мария из Перми. Она снимает видео, режиссирует корпоративную рекламу, также снимает репортажи и преподает, а еще участвует и побеждает в конкурсах. Мария, здравствуйте! Здравствуйте! Рады встречи с вами. Нам известно, что в прошлом году вы стали одной из четырех операторов, которые отправились на Байкал в рамках фотопленера под названием «Байкал для каждого». Давайте начнем с этого, нашу беседу. Расскажите о том, что это были за съемки. Фотопленер «Байкал для каждого» — это мероприятие, которое проходит каждый год. Туда отбирают фотографов, видеографов, мастеров гостеприимства и блогеров. Участников делят на разные маршруты. И в течение почти недели участники проходят интересные туристические места в окрестностях Байкала и создают контент, который потом показывают во всех городах по всей России. Я была в команде промышленного туризма. Мы ездили по разным локациям. Мы были в городе Иркутск, Ангарск, и, конечно же, ездили в окрестностях Байкала. Я была единственным императором своей команды и сняла видеоклип по итогам Фотопленера. И с этим видеоклипом, кстати, в этом году я победила в номинации музыкальной клипы в конкурсе туристических видеопрезентаций «Дива России». Кто впереди меня ждет, я увижу во сне. Страшно это перед бурей затишье, но не бояться важнее. Отвечать за себя, чью-то жить забывать. Камни, камни, кто вы такие, в мою спину летят. Ах, солнце внутри меня, ярче сияй, мечта. Вот она в моей груди спрятана. Нет, не любя, нельзя пропустить сквозь себя. Сердце, звенье, звень нашего поколения. Вы довольно часто путешествуете, и нам известно, что после Байкала стали участницей проекта под названием «Серфинг кино Курилы» и отправились снимать уже на Курильские острова. И там произошла довольно курьезная ситуация. Вы пропустили единственный вертолет, чтобы улететь, и застряли там еще на неделю на острове в Тихом океане. Расскажите, почему так получилось, и вообще, чем запомнился вам этот проект? Вообще, я довольно часто подаю заявки на всевозможные конкурсы и фестивали. Мне нравится ездить по разным локациям, бывать на всевозможных мероприятиях, знакомиться с новыми людьми и развиваться. «Серфинг кино Курил» — это был проект по продвижению Курильских островов, туристической привлекательностью Курильских островов. Отобрали пять участников со всей России, которые поехали на остров Парумышир в город северо-Курильск. После конкурса мы действительно застряли на острове. Это произошло из-за плохой погоды. То есть не проспали? Не проспали. Это произошло из-за плохой погоды. Остров окружен вулканами. Мы, кстати, видели, как взрываются настоящие вулканы, как извергаются. И из-за особенностей местности. Там очень много дождей, очень высокая влажность воздуха. И из-за этого возникают туманы. В туманы вертолеты не летают. Но мы застряли там не на неделю, а всего лишь на пару дней. Но из-за этого мы действительно пропустили самолет. Ехали, летели обратно на другом самолете. Вообще мероприятие было удивительно интересным. Открывать для себя новые места — это всегда интересный опыт. Не только с точки зрения визуальной посмотреть что-то, но и познакомиться с миром, что ли. Это развивает и визуальный опыт меня, как видеографа, людей, как фотографов, блогеров. Так и какой-то жизненный. Прошлой зимой было еще одно очень интересное путешествие. Вы отправились снимать документальный фильм про Качканара. Говорят, что это были не только самые интересные, но еще и самые сложные съемки в вашей практике. С чем же вы столкнулись? С какими сложностями в съемочном процессе? Я была оператором в команде по съемке документального фильма. Мы ездили на неделю в деревню буддистов под горой, где раньше располагался буддийский монастырь. К сожалению, его сейчас снесли. И снимали документалку про короткометражный документальный фильм про быт буддистов на Урале. Вместо времени для съемки была выбрана зима, потому что это необычная, нестандартная ситуация. Мы привыкли вспоминать про буддизм, как про что-то такое теплое в оранжево-зеленых тонах. А на Качканаре минус 40. И интересным опытом были съемки как в самой деревне под горой, так и подъем на гору, где нас сдувало ветром, мы не смогли запустить дрон из-за сильного ветра, из-за жуткого холода. Мы чуть не замерзли наверху из-за того, что ветер действительно сильный. Подниматься на гору и спускаться достаточно долго. И просто из-за времени, из-за особенностей местности там можно легко замерзнуть. С технической точки зрения, насколько сложными были съемки на Качканаре? Вообще, это самый интересный, наверное, мой опыт с технической точки зрения съемки. Это были съемки в очень холодную погоду. И помимо того, что мы замерзали, замерзало также и наше оборудование. И интересная особенность. Мы обнаружили, что камера на морозе продолжает снимать. В ней, слава богу, ничего не сломалось. Но у нее, например, изображение, которое мы видим на видоискателе, оно было очень сильно заторможено, что осложняло фокусировку, что осложняло вообще прицеливание кадра, потому что все белое, все в снегу. И все вот так вот размазано перед экраном. Но в конце концов, каким был итог, несмотря на все эти трудности? В конце концов, мы сняли, смонтировали фильм, отправили его на фестиваль. И сейчас у него год без публикации. Он пока ездит по фестивалям и ждет своих побед. Совсем недавно, в июле, вы выиграли грант размером в полмиллиона рублей на создание веб-сериала про пермскую промышленность. Инженер – профессия будущего. Расскажите нам об этом проекте. Я выиграла грант от «Росмолодежь гранты» на Тавриде. Пермский край, город Перм – это промышленный регион. У нас очень много заводов, очень много предприятий. Но дети и студенты не выбирают профессию инженер как путь своего будущего, потому что просто не знают, кто это. Думают, что инженер – это такой чувак на заводе, стоящий у станка 12 часов. Что-то такое из прошлого. Да, что-то из прошлого, из архаичного. И выбирают, например, специальность IT. Я как человек, который работал в Кванториуме, я видела, какой набор идет на специальность в IT-квантум и какой на инженерное направление. И дети просто боятся выбирать инженерное направление, потому что не знают, что это. Но часто им по итогу не нравится в IT-направлении. И наша задача, задача нашего сериала – рассказать в короткой, интересной, легкой, доступной для детей форме, что такое профессия инженер, чем занимается современный инженер, какие у него есть обязанности, какие проекты он может делать, что это не всегда работа на предприятии, не всегда работа на заводе, что это в том числе и открытие стартапа, в том числе и работа в интересных проектах, в том числе и разработка, придумывание всевозможных механизмов, которые будут пользоваться людьми. И наша задача – рассказать об этом, привлечь детей в инженерные специальности, в инженерные вузы, для того, чтобы в дальнейшем они работали в пермской и не только в российской промышленности. Когда в следующий раз пойдешь гулять, не смотри под ноги. Подними голову и осмотрись. Поймай это ощущение. Вдохни полной грудью и скажи – я готов жить по-новому в этом городе. Открывайся, влюбляйся, живи полной жизнью. Танцуй, ходи в театр, катайся на аттракционах. Прыгай с вышки в бассейн, путешествуй, фотографируй рассветы. Поднимайся на галерею, отдыхай с друзьями. Прыгай на батутах, катайся на самокатах, играй на гитаре в парке, жаль шашлыки, признавайся в любви, пари в аэротрубе, ходи на свидания, занимайся пением, рисуй карандашами, устраивай фестивали, ходи на выставки. И помни, пока ты в Перми, все возможно. Мы знаем, что вы не впервые в Севастополе. Вы уже приезжали к нам два года назад. Тогда вы были наставником на всероссийском фестивале «Медиакоманд» под названием «Медиагайд». И ваша команда тогда стала победителем этого фестиваля. Сейчас вы приехали на фестиваль, который вырос. Называется он «Маяк». Теперь уже в качестве эксперта, а не наставника. Расскажите, пожалуйста, каким образом, с помощью каких, быть может, методик, собственных знаний и опыта вы преподаете искусство создания видео? Вообще, я считаю, что в преподавании видео самое главное не показать, как пользоваться программой или как включать камеру, а самое главное показать, открыть для ребенка этот мир медиатехнологий, мир того, что мы можем из каких-то существующих объектов в нашей реальности создавать несуществующие миры на экране. И я своей главной миссией как преподавателя считаю зажечь глаза ребенка для того, чтобы он заинтересовался самостоятельно и сам проявлял интерес, сам хотел создавать какие-то свои проекты, выражать свои чувства, эмоции, мысли, идеи на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Мария, спасибо вам большое, мы желаем вам новых побед, и чтобы все то, что вы задумали и хотите воплотить в жизнь, обязательно с успехом реализовывалось. Напомню, друзья, что сегодня гостей нашей студии была эксперт Всероссийского фестиваля медиакоманда «Маяк» в направлении видео «Мария Киндеркнехт». Благодарим вас за внимание, всего доброго, до новых встреч в эфире.